Каждый раз вот смотришь ее прокат и надеешься, что ну вот в этот раз давай стабильно, в этот раз может быть стабильно. И так уже 5-6 лет, ни одного раза эта фигуристка не откатала чисто короткую и произвольную программу вместе, ни на одном турнире. Из-за нее мы проиграли 2 медали юниорского чемпионата мира, когда можно было отправить Анастасию Губанову, отправляли ее, при этом зная, что она только на чемпионате России более-менее нормально выступает. Она в международных соревнованиях все время все запарывает, Неджи послали ее, а из-за нее мы 2 медали проиграли. И теперь здесь она ставит под угрозу вообще авторитет российского фигурного катания с таким слабым составом европейских участников. Если мы будем без бронзы, ну это просто будет такое позорище, она уже 10 баллов, это почти Линфорс проигрывает. Сколько можно запарывать программы? Сколько можно позориться и позорить российское фигурное катание? Еще раз плакалась, это вспомни слезы Губановой, когда на сколько там меньше одной десятой выиграла у нее Константинова. Из-за того, что ей компонентов накинули на юниорском чемпионате России. Из-за этого ее отправили на чемпионат этот мира юниорский, который она заняла четвертое место. Тогда как Губанова могла претендовать и на бронзу. Действительно лучше у Штуктамышева тогда, я согласен. Штуктамышева хоть и катается плохо, но по крайней мере она может сделать, что от нее требуется. А это просто клинический случай.